Акции рынка ценных бумаг США держатся чуть выше нейтральных линий. Инвесторы ожидают объявления Трампом планов корпоративного налогообложения. Предполагается снижение налогов на 15%. Сегодня никаких экономических данных нет, но завтра выйдут показатели продаж на вторичном рынке недвижимости, количество заявок на пособия по безработице и данные о продажах товаров длительного пользования. Позднее сегодня Банк Японии вынесет свое решение относительно процентных ставок, а завтра Европейский Центробанк сделает свое заявление. Показатели денежного рынка следующие. Пара евро и доллара США на 0,49% ниже, соотношение валют 1,875 пунктов. Фунт по отношению к доллару на 0,12% выше и составляет 1,2856 пунктов. Доллар по отношению к иене на 0,46% выше, текущий курс 111,61 пунктов. В центре внимания соотношение новозеландского и американского доллара. Пара остается под давлением и ограничена восходящими 20 и 50 периодными скользящими средними. Фактор РСА указывает на нисходящие тенденции. Краткосрочные позиции будут ниже 0 и 694 пунктов со значениями 0,6 тысяч, 835 пунктов и 0 и 681 пункт. Драгоценные металлы продолжают дешеветь. Стоимость золота ограничена снижающейся линии тренда. Краткосрочные позиции будут ниже 1,267,5 долларов и иметь значение 1,256 и 1,251 доллара ровно. Серебро на 0,87% ниже и стоит 17,5 долларов за тройскунцу.